МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, я очень хорошо помню 26 февраля. Я крымчанин, здесь в Крыму родились моя бабушка, дедушка. Я родился в Крыму, мои родители родились в Крыму. Я хорошо знаю Крым. Именно тогда, 26 февраля, я впервые в своей жизни почувствовал, что из-за политических манипуляций, из-за того, что мы долгое время являлись фактически объектом воздействия различных политических технологий, и крымское общество поставили на грань страшного раскола. Раскола по национальному, религиозному принципу, раскола с точки зрения идеологии. Понимая, насколько умеют в Крыму люди дружить, насколько умеют в Крыму люди создавать те объединения, которые происходят без учета национальностей и других факторов, тогда, 26 февраля, мне стало страшно. Я был под госсоветом 26 февраля, я был в этой страшной толпе, которая тогда разделила крымчан, ну что называется, в такой вот еще не горячей, но по сути в схватке, мне было страшно. О чем тогда думали? Я думал о том, что нужно сделать, чтобы не допустить повторения, чтобы люди больше не вышли в таком формате, чтобы остановить этот процесс. Вот только с этими мыслями мы покидали площадь 26 февраля. И тот фактор, который включился в ночь с 26 на 27, это фактор обеспечения безопасности на полуострове. Я сегодня, глядя на те процессы, которые происходят на Украине, абсолютно четко убежден, что это было спасение для крымчан. Мы начали через месяцы и годы говорить о развитии, мы начали говорить о детских садах, о дорогах, о строительстве аэропорта, о транспортных развязках. Но тогда, в конце зимы, начале весны 2014 года, мы думали о мире благополучии, о дружбе, о сохранении тех связей, которые мы каждый в силу своего возраста в течение своей жизни сформировали. Ранее в СМИ вы говорили о том, что именно 26 февраля 2014 года Украина окончательно потеряла полуостров. Что изменилось в сознании крымчан тогда? Я вот начал отвечать, по сути, на этот вопрос. Вы знаете, для того, чтобы на тот момент заручиться поддержкой крымчан, нужно было им знать Крым. В Крыму мы готовы многим жертвовать, мы готовы терпеть блокады, мы готовы терпеть экономические притеснения, санкции, но мы очень ценим то состояние души крымчан, которое делает наше крымское общество единым. И вот транслируя в течение месяцев через украинские государственные каналы, ту вакханалью, которая происходила на улицах Киева, когда находившиеся под присягой беркутовцы были объектом агрессии со стороны радикалов, когда уничтожались институты власти на Украине, авторы этих роликов, авторы этих трансляций думали, что они посеют панику, посеют сомнения в крымское общество. Напротив, это нас сплотило. Это сплотило крымчан вне зависимости, подчеркну, от каких-либо обстоятельств, каких-то политических предпочтений. Крымчане объединились. Произошло, с 26 февраля произошло, фактически, вот этот был породен Рубикон, после которого мы стали на путь возвращения в состав России, мы стали на путь взаимного уважения и осознания, что мы живем в общем доме, и мы этот дом должны сделать максимально благоприятным и комфортным для нашей жизни. Скажите, помните ли свои эмоции в день референдума 16 марта? Да, я помню практически каждый день. Так интересно получается, что начало марта, вот очень насыщенное время в жизни моей семьи, много семейных праздников, они буквально перемежались с праздниками, которые дарила нам жизнь. И я очень хорошо помню, как 16 февраля вечером вместе со своими друзьями я был на площади Ленина, где на праздничном митинге выступали Сергей Валерьевич Аксенов и Владимир Андреевич Константинов. Эмоционально, где-то вот абсолютно неподготовлено они проинформировали крымчан о том, что референдум прошел успешно, что большинство крымчан поддержали идею воссоединения с Россией, ну и чувство эйфории одолевало. Я помню эти машины, которые обеспечивали безопасность и перекрыли дороги во избежание каких-то террористических актов, как они были полностью облеплены людьми с российскими флагами. Я помню эту абсолютно уникальную атмосферу. Ну и помню атмосферу 18 марта, когда в составе крымской делегации мне довелось быть в Москве, в Крыльевском зале, где в атмосфере абсолютного единения воспринимали слова воочию, глядя на президента Российской Федерации, который в очередной раз в своей жизни, в жизни своей страны взял на себя огромный груз ответственности, не только за граждан своей страны, но и за граждан того региона, который в тот момент был, по сути, взят под опеку Российской Федерации. А как вы считаете, вот почему выбор крымчан так боятся признать на Западе? Ну вы понимаете, этот выбор идет вразрез с той идеологией, которую они насаждают. Дело в том, что никого не интересует на Западе правда, никого не интересует на Западе мнение другого, другой части мирового сообщества. Ну давайте посмотрим, я вам просто проиллюстрирую. Сегодня я замечательную статью читал, грустно замечательную, где привели титульные листы крупнейших западных изданий, которые посвящены теме, связанной с событиями на Украине. Пишут обо всем, пишут о том, как бедный Абрамович застрял в каком-то аэропорту, пишут о том, каким образом там чувствует себя Зеленский. Слово не написали о том, что 20 человек вчера пали жертвой террористического акта в центре мирного Донецка, где нет было ни военных, были только старики и дети. Не интересует, правда, на Западе уже давным-давно. Давным-давно войны и другие конфликты стали инструментом обогащения. И кто прав, кто виноват, выбирается за скобки. Есть задача редакции, эта задача выполняется, вопреки даже иногда обычной логике. А по признанию Крыма мы знаем прецедент, когда в центре Европы в 90-е годы ракетными ударами прямо по городам уничтожалась тогда Сербия. Сербия, которая пыталась сохранить наследие большой Великой Югославии. При этом как раз-таки отставилось право народа Косово на самоопределение. Когда мы же воспользовались в рамках Конституции Республики Крым своим правом на самоопределение, именно это нам поставили в укор. Поэтому не стоит искать правды, нужно следовать своему пути, нужно следовать своему предназначению. До старта Крымской весны вы вели активную работу в русской общине. Если сравнивать 23 года в составе Украины и 8 лет в составе Российской Федерации, какие бы перемены вы отметили? Вы знаете, русская община Крыма это объединение, которое в себе собирало людей не по принципу национальному или религиозному. Это было объединение, которое главную цель ставило сохранить сотрудничество Украины с Россией. Мы были все граждане Украины, и мы говорили о том, что стратегическое партнерство с Российской Федерацией это выбор будущего. Напротив, проникновение сюда западных и иных структур это обвал, это зона конфликтности и так далее, и так далее. Естественно, все те 23 года, я в организации с 2002 года, соответственно, 12 лет в ней ввел активную работу, это была борьба. Это была борьба, прежде всего, на идеологическом поле. И, войдя в состав Российской Федерации, конечно же, вектор сместился. Конечно же, больше стали говорить о проблемах развития, больше стали говорить о проблемах гуманитарных, реализации гуманитарных проектов, стали говорить о решении социальных проблем. По многим направлениям мы добились успехов, о которых не мечтали. Помню, лето 2014 года, встречались в массовом порядке с крымчанами. Один из самых главных вопросов, особенно в сельской местности и в городах, тоже был вопрос. У нас были детские сады, мы, молодые мамы и отцы, хотим работать. Верните нам детские сады. Мы, конечно же, на тот момент обещали, но сами думали, а сколько же надо усилий приложить, чтобы восстановить. Вот прошло 8 лет, сегодня, за исключением маленьких очагов, поэтому в Крыму эта проблема решена. Сегодня мы беремся за школы и уверен, что через несколько времени мы закроем и эту проблему. Еще раз говорю, сменился вектор, сменился характер проблем. Мы стали говорить не о том, чтобы противостоять и защищаться, мы стали говорить о том, в каком направлении нужно развиваться. Скажите, какой могла бы быть судьба Крыма, если бы не событие 8-летней давности? Я историк, мне сложно рассуждать в сослагательном наклонении, потому что это может увести в какие-то дебри. Но, еще раз говорю, я возвращаюсь к нашему началу разговора, к сожалению, очень сильно пропитала идеология взаимной неприязни крымское сообщество через политические институты до 2014 года. Естественно, это не в большой степени коснулось обычных крымчан. Естественно, проводником этих идей были, прежде всего, лидеры, особенно тех структур, которые сегодня в Российской Федерации признаны, находящимися вне закона, запрещенными. И, конечно же, они сыграли бы свою роль, если бы не появился фактор силы и стабильности в 2014 году. К счастью, он появился, и я сегодня счастлив за, знаете, за все крымское общество, что мы сегодня живем одними ценностями, одними перспективами, одними, конечно же, и проблемами. Но это та судьба, которая предписана Крыму Всевышним. Действительно, Крым — это регион, в котором настолько много переплетений. Это и есть главное богатство нашего полуострова. Скажите, какова историческая и геополитическая роль Крыма в современной истории России? Вообще в мире роль Крыма уникальная. Когда-то, когда события 2014 года подошли к своему логическому завершению, состоялись главные акты признания, политологи сказали, мир больше никогда не будет таким, как был до похождения Крыма в состав России. Сегодня, в 2022 году, мы видим продолжение, по сути, тех сложных событий. Действительно, за период объективного ослабления тех государств, которые возникли на территории бывшего Советского Союза, очень многое было искажено и деформировано в геополитическом пространстве мировом. Сегодня идет возврат на былые позиции. Этот возврат, конечно, к сожалению, не может проходить без конфликта. Крым же всегда был средоточием. Вы знаете, что среди историков бытует мнение, что здесь, в середине XIX века, развернулась нулевая мировая война, когда российская армия противостояла объединенным силам Турции, Франции, Англии. Это Крымская война, мы эту войну знаем. Мы знаем, что здесь происходили ключевые события периода Первой мировой войны и особенно Гражданской войны. Крым – это последний оплот белогвардейского движения в той еще царской России. Мы знаем, какую роль сыграл Крым в событиях Великой Отечественной войны. Недаром на нашем очень компактном полуострове «Два города-героя» и «Город воинской славы». И сегодня, в начале XXI века эта стратегическая роль, она еще, на мой взгляд, более рафинирована, потому что сегодня сюда закладываются процессы транспортной логистики, процессы геополитических приоритетов. И поэтому, вне всякого сомнения, в XXI веке Крым как играл, так и будет играть одной из ключевых ролей. Спасибо. Наша программа подходит к концу. Владимир Витальевич, может быть, хотели пожелать что-то нашим телезрителям в преддверии праздников? Конечно же, я крымчанам желаю прежде всего того, что записано в главном лозунге, символе нашего полуострова. Наше счастье, наше процветание – это в нашем единстве. Вот я желаю единения, единения душевного в этом залог и экономических, и политических, и иных свершений. Спасибо за интересный диалог. Спасибо. Это была программа Prime Time. До скорой встречи.